В Ржаксе плести маскировочные сети начали примерно полтора месяца назад. За это время женщины создали около 70 сетей. Вот эта так называемая грязная зима, она подходит как раз вот для нынешней погоды в зоне спецопераций. Новая расцветка маскировочных сетей – очередное испытание для местных пчелок. Если с осенними цветами давно разобрались, то с зимними до сих пор идут эксперименты. Пробуют разные оттенки белого, варьируют окантовку сетей, изменяют геометрию пятен. Словом, ищут наиболее оптимальные решения, которые лучше сберегут наших бойцов на фронте. Порой эта работа затягивает. От рассвета до заката кто-то приходит в 9, а кто-то уходит в 9, когда и позже. Потому что еще шьем, плетем, в общем, вяжем. Их коллектив в основном пенсионеры, работают посменно. В день здесь бывает примерно по 10-12 человек. Трудятся только женщины, мужчины и молодежь пока почему-то обходят мастерскую стороной. Мы очень ждали, что у нас организуют, наконец, плетение этих сетей. И мы очень благодарны Лене, что она смогла нас организовать. Мы все с удовольствием ходим. Вот вы не поверите, утром просто долг. Мы встали и пошли. И вечером, ну, по возможности, все. Это место в Тамбовской области – одно из самых результативных по изготовлению маскировочных сетей на данный момент. Ежедневно здесь сплетают по 4-5 изделий для бойцов. А еще вяжут носки, шьют мужские трусы, утепленные толстовки, постельное белье и спальники. Все это передают в Тамбов на Мичуринскую 191-Б. Волонтеры оттуда осенью провели для местных пчелок мастер-класс и дали старт в волонтерской работе в Ржаксе. Работе, которую ни одна из этих женщин не бросит, пока не закончится спецоперация. Дмитрий Шапкин, Александр Чекмарев, Данил Ичко. Область новостей.